Слава Иисусу Христу! Я его люблю. Он удивительный, непрекрасен. И я говорил, и еще хочу сказать вам, если Господь начинает разговор, иногда Он это делает из вопроса. И всегда, когда Он что-то спрашивает у нас, Он желает нам помочь. Друзья, сегодня вы услышали один из вопросов. Дети, есть ли у вас какая-либо пища? И Он это делает не для того, чтобы упрекнуть или сказать, что вы плохо работаете. Он просто... У Него же есть план накормить Божьих детей. Дети, есть ли у вас какая-либо пища? И я хочу просто для размышления вам задать вопрос. Есть ли у вас Слово, которым вы живете в течение недели уже или месяца, или хотя бы суток? Есть ли у вас Слово, которым вы живете в данный момент? Господь желает кормить свой народ. Но есть ли у нас эта пища? Мы не можем жить без духовной пищи. И питание это не то, что я слушаю. Питание это то, что я принимаю и исполняю в жизни. Питание это то, Слово, которое я услышал, размышляю о нем, я ее переживал, принял к действию, проглотил. Это моя пища. Есть ли у вас Слово или Псалом? Бог говорит через Псалмы, через Слово Божие, через Библию. Есть ли у вас Слово, которое вы живете в данный момент? В Слове Его есть жизнь. Я благодарю Бога за то, что Он не только спрашивает, а Он уже собрал нас. И этот огонек уже горит. Приготовляется пища. Бог желает накормить своих детей. Это ее любовь и милость. Я хочу сегодня проповедовать на тему «Три дома». Было время, когда просто это Слово пришло в мое сердце. Вы кое-что слышали, но сейчас вы должны услышать все. «Три дома». Каждый человек, который живет на земле, он должен иметь три дома. И я хочу вам искренне сказать, что это результат больших жертв и серьезных усилий. Кто-нибудь из вас имеет хотя бы один дом, где вы живете, имеете? Чтобы его иметь, некоторые вообще его не имеют. Живут, например, в апартаментах. Но кто его имеет, то он знает, что это чего-то стоит. Так или нет? Но если один дом чего-то стоит, то три дома тем более. Это много усилий. Это много жертв. Это много работы. Но я буду говорить не только о буквальных домах, в которых мы живем. Я буду говорить о доме, поэтому в первую очередь, что же такое дом? Дом – это место, куда мы желаем приходить и где нас ждут. Еще раз. Это место, где нас ждут. Это место, куда мы бежим и приходим с удовольствием. Это дом. Поэтому есть такое выражение «в гостях хорошо, а дома что? Лучше». И вот это лучшее Бог желает, чтобы вы имели и этим лучшим обладали. Неплохо ходить по гостям. Одного человека спросили, как вы пережили кризис? Он сказал – по гостям. Но дома лучше. Но дома лучше. Поэтому я хочу, чтобы мы на это все обратили самое серьезное внимание. Я эту истину хорошо понял, просто когда я постоянно попадал в госпиталь. И когда я возвращался оттуда, сутки, трое суток, я приходил домой, просто ложился на кровать и просто кричал – я дома, я дома, я дома. И какие бы госпитали не были хорошими и врачи, я понял, что дома лучше. И как бы хорошо понять это каждому из нас, и ценить своим домом. Беда, беды не миновать тем, кто своим домом не живет. Его можно иметь, но приходить туда только в гости. Больше того, бездомные дети. Разве это не ужасно? Да, можно жить в интернате. И дети там живут. Но дома что? Лучше. И мы знаем на основании Библии, что у нас есть Отец, который ждет возвращения нашего домой. У нас есть Бог, который заботится о твоей настоящей жизни и будущей. Поэтому есть большое счастье, если вы можете кому-то сказать доброе утро. Кому-то сказать просто спокойной ночи. Просто иметь вот этот уют, благословение и порядок. Знать, что тебя где-то ждут. Знать, что тебя где-то встретят. Знать, что тебе кто-то приятное что-то скажет. Это иметь огромные благословения. Очень часто мы не ценим дом и не живем жизнью дома. Но я еще раз хочу повторить, в гостях хорошо. Спасибо. Итак, номер один. Дом, о котором мы сегодня будем говорить. Дом номер один. Это семья. Дом, куда мы можем прийти отдохнуть телом, душою и духом. То есть, это не только кирпичные стены. Это не только просто большой дом. Красивый дом. Это неплохо. Я говорю о том, что в доме, внутри происходит. Поэтому это не только стены и потолки. Но это уют. Это порядок. Это то место, где нас ждут. И куда я просто готов прийти с большим удовольствием. Что происходит в наших домах сегодня? Мы бежим домой или же из дому? На основании Библии практической жизни все определяют люди, которые в этом доме живут. Они могут превратить свой дом в маленький ад или в рай на земле. Маленький рай. Или же еще могут превратить свой дом в гостиницу, куда они приходят периодически переночевать. Но они дома не живут. Что происходит в нашем доме? Я не открываю секрета, но хочу сказать, что ад и рай начинаются на земле. И я говорил вам, что беседуя с семейными парами, я услышал однажды, как проходит ваша жизнь. И жена сказала, маленький ад. Не каждый это решится сказать, но я здесь, чтобы еще и еще раз спрашивать, что происходит в вашем доме. И я сказал в самом начале, если Бог что-то спрашивает, то Он желает что-то поменять и помочь. Вообще наше христианство, оно тестируется или проверяется именно дома. Не в церкви, а дома. Поэтому в Библии так написано, это Давид говорит о себе, о своих выборах. Он говорит, буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего. То есть Он говорит, какой я дома, такой я в церкви. Какой я в церкви, такой я на работе. Буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего. Вы видите здесь стишок. Лучше кусочек сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Мы здесь, живя в Америке, мы не испытываем каких-то серьезных материальных проблем, хотя они бывают. Но тем не менее, Библия говорит, что лучше жить в нищете, но в мире, нежели иметь практически все, но не иметь ни мира, ни покоя. Что происходит в вашем доме? Часто, когда общаюсь я с родителями, то люди по-разному просто отзываются о своей жизни. Но если они говорят что-то отрицательное, то при этом обвиняют кого-то. Вы уже слышали, например, меня дети раздражают. Вроде человек и кается, но с другой стороны, виновны то в принципе дети. И я таким родителям говорю так, что дети не умеют другой работы делать, как только раздражать. Подрастут чуть-чуть, помогут. Но это не значит, что мы должны раздражаться. Это значит, что в нашем доме нет порядка. Это значит, что в твоем сердце раздражение живет. Если оставить в покое детей, то родители говорят так, это если бы моя жена была другая, если бы она делала то и то, все было бы у нас хорошо. А жена о муже. Если бы он хотя бы немножко изменился, то у нас был бы этот маленький рай. В принципе, нам хочется всех поменять, лишь бы меня не трогали. Но Бог начинает работу из вашего сердца. И когда меняюсь я, меняется моя семья. Меняется семья, меняется церковь. Что происходит в нашем доме? Что происходит в вашем доме? Имеете ли вы этот дом, где вы отдыхаете, не только на красивых диванах, еще раз говорю, духом, душой и телом? Важно платить большую цену. Надо жертвовать собой. Надо умирать для своей гордыни, чтобы этот рай пришел в твою жизнь. Смотрите, отец блудного сына, он сумел такую атмосферу создать в доме, что сыну даже после долгих лет скитания захотелось возвратиться домой. Родители, создавайте такую атмосферу в своем доме. Все определяет не то, что на столе вашем, и не то, что в ваших спальнях стоит, а атмосфера, которая есть в вашем доме. От одной атмосферы человек задыхается, а в другом доме он кислородом дышит. Аллилуйя! Старший брат, когда пришел вот этот сын блудный, он начал его обвинять и говорил ему о его нехороших деяниях. Но отец был рад, что этот сын пришел. Что происходит сегодня в нашем доме? Бог смотрит на наше сердце. И я просто вас хочу вдохновлять. Обратите ваше внимание на ваш дом. Я сегодня перед собранием скажу вам секрет. Просто зашел в туалет. И там никого не было, только какой-то малыш вот такой. Ну, не знаю, может быть, 7-8 лет. И он подошел и говорит, пастор, будьте дома. Я думаю, ничего себе. Ничего себе. Он ушел. Я думаю, я хотя бы имя спросил. Что он? Что он? Но он меня просто шокировал. Говорит, пастор, будьте дома. Если детям это нравится, друзья мои, как бы я хотел, чтобы мы поняли вот эти очень важные истины. Я прошу вас всех, берегите и устрояйте ваш дом. Каждый день его делайте лучше. Внутри, не снаружи, я не против, но внутри. Именно атмосфера вашего дома, она определяет все. Поэтому я всегда говорю так, лучше твоя гордыня пусть пострадает, лишь бы не взаимоотношения. Нету слова утешения, нету слова поддержки, молчи. Не надо отравлять себе свою собственную жизнь. Есть новая жизнь в Иисусе Христе. Имеем ли мы этот дом? Смотрите, Библия говорит, «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлись реки, и подули ветры, и устремлюсь на дом тот, и он не упал, потому что снова он был на камне». На основании Библии испытания приходят в каждой доме семью. То есть, Бог обращает внимание не на то, как мы ведем себя в церкви, хотя и здесь мы должны вести себя хорошо, а как мы ведем себя в повседневной жизни. А в каждодневной жизни на нас веют ветры, правда или нет? Буря поднимается, волны, напряжение, какие-то неудачи, какое-то недопонимание. И вот на основании Библии дом, который строит на камне, он никогда не разрушится. Кто слушает слово и что делает? Дом, который не имеет этого основания, он рано или поздно разрушится. И есть дома, которые красивы снаружи, но внутри они разрушены. Внутри там только пепел. Они просто терпят друг друга, но они не живут, наслаждаясь друг другом. Бог желает изменить твою и мою жизнь. Аллелуя! Что происходит сегодня в наших домах? Имеем ли мы вот этот дом? Дом, который я назвал семья. Буря и ветер испытает всех и каждого. Но часто эта буря проходит в нашем сердце. И я говорю, река, вышедшая из берегов, опасна. И если вы теряете присутствие духа, если вы, живя в своем доме, теряете мир, если в вашей жизни пропадает настроение, вам необходимо покаяться и возвратиться в свой дом. Я вот только приехал из Миннеаполиса, и там живет моя бабушка. Она только на 30 лет старше меня. Ей 93 года. Моя мама. Я приехал и хотел, чтобы она тоже пошла со мной в церковь. Она была больная. Но я говорю, пошли, мама. Вы живете телом, душой и духом. И она приехала. Ее привезли в церковь. И она жила. Полностью жила. К чему я это говорю? Когда Иаков старец увидел Иосифа, написано, ее дух ожил. А теперь послушайте, пока дух твой не ожил, Бог не может достучаться до твоего сердца. Почему? Потому что Бог говорит к нашему духу. И он проникает до разделения души и духа. Чтобы затронуть струны твоей души, Бог должен затронуть твой дух. А чтобы ее затронуть, надо готовить свой дух, слышать голос Божий. Принимать питание и говорить, Господь, я слышу. Я слышу. Я все понял. Я буду это делать. Господи, просто прости меня. Я желаю жить во всем угождая Тебе. Библия говорит, коснись нечестивых несчастья, и их нет. А дом праведных стоит. То есть несчастья приходят в жизнь одних и других. Но дом праведных стоит. Не потому, что они особо красивые или хорошие, а потому, что они праведные. Праведные не только на людях, но праведные в своей спальне, в доме. Халлелуя. Это большое счастье. Это огромное благословение. Если у вас нету этого дома, я здесь, чтобы сказать, что дома лучше. Устрояйте этот дом. И берегите. Храните ее, как самое драгоценное сокровище. Сделайте все возможное, чтобы покой, счастье, радость и мир возвратились в ваше сердце и в ваш дом. Я вам это от души желаю. Следующий дом – это Церковь Христова. Это дом, где мы можем духовно питаться, расти и служить другим. Как физическая пища чего-то стоит, так точно духовная. И если кормят нас, это огромное благословение. Правда или нет? Поэтому мы можем питаться, мы можем жить, мы можем наслаждаться жизнью, мы можем расти. Библия говорит, «С я пишу тебе, надеюсь, скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать тебе в Доме Божьем, в который есть Церковь, Бога жива, Гостолб и утверждение истины». То есть Церковь – это дом. Номер два. Церковь – это не то место, куда люди приходят. Это то место, где люди живут. Это большая семья Христова. Я часто говорю, мы, братья и сестры, у каждого из вас они есть в основном, по крови родителей. Так точно мы, братья и сестры, по крови Иисуса Христа, кто уверовал в жертву Голгофы, и кто однажды пришел и сказал, «Господь, прости меня». Он, получая прощение, принимается в большую семью детей Божьих. И эта семья – это Церковь Христова. У меня вопрос, имеете ли вы этот дом? Я еще раз повторяю, это не те люди, которые посещают Церковь. Это даже не те люди, которые являются членами Церкви. Но это те люди, которые живут жизнью Церкви. У нас должно быть правильное отношение к Церкви и к людям. Когда-то в свое время Савл написал, «Гнал Церковь Христову». Но когда я встретил Христос, то он сказал, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Если вы знаете, как надо себя вести в гостях, так точно вы должны знать, как вести себя в Церкви Христовой. Да или нет? Возникает вопрос, имею ли я этот дом? Дом номер два. Очень важно, друзья мои, выбрать Церковь и посвятить себя Церкви Христовой. Я часто говорю эту истину, я в это верю, я в этом убежден. Некоторые даже членами становятся через годы. Но те, которые стали уже членами, они не все жизнью Церкви живут. Поэтому я спрашиваю всегда не то, где ты какую-то церковь посвящаешь, а каким служением ты там трудишься. Вот где начинается жизнь. Мы или прихожане, или церковь, это разные вещи. Являюсь ли я Церковью Христовой? Какое отношение к дому? Имею ли я этот дом? Какое ваше отношение сегодня к Церкви Христовой? Здесь много работы и труда. Вас везде ожидают и ждут. Поэтому, как мы можем иметь этот дом? Вы хотите это услышать? Послушайте, на основании Библии, как мы можем иметь этот дом? Мы должны быть посажены в нем. посажены в нем. Насажены в доме Господнем. Послушайте, это люди, которые живут в этом доме. Они цветут. Они благоухают. А значит, создают хорошую, здоровую атмосферу. Во дворах Бога нашего они в старости плодовиты, сочные и свежие. Это благословенная старость. Это цветущая молодость. Это лучшее, что человек может иметь в этой жизни. Имеешь ли ты этот дом? Строительство этого дома для Христа стоило его жизни. Он умер за каждого из нас, чтобы этот дом ты мог иметь. Выбираем мы, буду я его иметь или нет, но у вас есть шанс. У тебя есть возможность. И если ты чувствуешь, что ты этого дома не имеешь, он есть. И церковь Бога пока еще на земле. Мы должны быть посажены. Какая же польза от насаждения? Почему важно быть посаженым? Это следующее, что я хочу, чтобы вы услышали. Когда вы посажены, у вас есть возможность проявить себя и испытать радость своего труда. Я часто говорю своим, и мои братья и сестры уже знают. Вы знаете, какое собрание самое лучшее? Вы были хотя-нибудь, когда-нибудь в хорошем собрании? Были или нет? Я скажу, какое самое собрание лучшее. Обратите меня, запомните. Это собрание, которое Бог благословил, и это собрание, в котором я участвую. Если вы в нем не участвуете, то вы будете только критиковать эти собрания. А если вы участвуете, то вы будете сопереживать и устроять эти собрания. Вот что значит возможность проявить себя. Я говорю, если у меня во дворе посажены мандарины, то они дороже, чем в любом магазине города, потому что они мои. Сейчас их пока нет, но скоро будут. Я их до Нового года не срываю, потому что они мои. Это внимание, забота. Если вы посажены, вам гарантирована забота и внимание всех остальных членов церкви. Многие этого внимания ждут, но они не посажены. Они, убежаясь, уходят из церкви, говорят, ко мне не подошли, ко мне никто не сказал добрый день. Я никогда этого не жду, я подхожу. Внимание и забота будет, если ты живешь жизнью дома Господня. Ну и последнее, это здоровая окружающая атмосфера. Послушайте, когда вы приходите в церковь, то все определяет не то, как и Псалмы мы спели там, или кто определяет атмосферу здания. Люди приходят в церковь, они за 10 минут определяются, придут они сюда еще раз или нет. За 10 минут. Все определяет атмосфера, как в доме, так и в церкви. Поэтому мы должны все сделать возможное, чтобы она была здоровой. Как узнать, я имею этот дом или нет? Еще раз. Я уже сказал, как мы можем иметь, но еще очень важный момент, послушайте еще раз. Люди, которые живут в этом доме, они особо благословены. Библия говорит, блаженные живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Вы готовы сказать аминь? Вы представляете, это люди невероятно счастливые, потому что первый дом и тот есть не во всех, а второй тем более у немногих, но кто его имеет, тот живет в довольстве, тот живет не по настроению, а по вдохновению. Они особо благословены и счастливы. Блаженные живущие в доме твоем, они будут восхвалять тебя непрестанно. Это люди благодарные, это люди довольные, это люди, которые жизнь своей проставляют Бога и отображают Бога в своей жизни. Имею ли я этот дом? Послушайте, самая основная забота Божья о нас людях выражена в следующем. Бог одиноких вводит в дом. Сколько тех людей, которые в большой толпе чувствуют себя одинокими? Среди множества народа они не имеют друзей. И они в расстроенных чувствах, они унывают. В Иисусе Христе есть надежда. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, греховных оков, они покорны, остаются в знойной пустыне. Вы даже не представляете, как живут люди сегодня вне Церкви Христовой. И в основном это их личный выбор. Библия говорит, что они остаются в знойной пустыне. Кто? Непокорные люди. И непокорные люди, они есть практически в любой церкви. Они есть в практической жизни. Они приходят, но они не собираются никого слушать. Мне этого человека очень жаль. они покорные остаются в знойной пустыне. О Господи, благословенные люди, которые живут в довольстве. И если тебе друга не хватает, Христос желает стать твоим лучшим другом. Он хочет вести себя в дом, где совершенная радость, где для тебя приготовлен стол и пир. Аллилуйя! Имеем ли мы этот дом? Я здесь, чтобы сказать добро пожаловать, в церковь Христову. Еще раз, добро пожаловать в церковь Христову. Жизнь течет в теле церкви Христовой. Часто мы не ценим и не устрояем этот дом. Но Библия говорит, и вы сами, как живые камни, устрояйте из себя что? Дом духовный. Другими словами, создавайте атмосферу. Не отравляйте, но создавайте. Это связано с большими жертвами. Надо умирать для себя, чтобы жить для Бога и других. Созидайте эту атмосферу в церкви Христовой. Посвятите себя церкви, не просто присутствуйте, но служите, живите жизнью церкви. Будьте тем материалом, который можно использовать в строительстве дома Божьей. Будьте живыми камнями. Аминь. Во имя Иисуса. Поэтому определись в служении. Не будь только потребителем. Я здесь, чтобы сказать вам или спросить у вас, вы здесь дома или в гостях? Аллелуя. Вы знаете, я вот это путешествовал с студентами, то, что было удивительно, каждый день собрания, белые рубашки, целая полная аудитория, полные залы. И так понедельник, вторник и каждый день. И кажется, что мы приходим к людям и говорят, извините, но у нас каждый день воскресенье. У вас может быть понедельник, вторник, а у нас каждый день воскресенье. И сегодня мы уже третье собрание имеем здесь на месте. И сегодня особо благословенное время, сегодня воскресенье. И я хочу вас спросить, вы здесь дома или в гостях? Как это понять? гости за вас все делают, хозяева. Когда вы, к вам приходят гости, вы все делаете за них. Вы больше настроены, чтобы за вас все делали или чтобы делать кому-то полезное, хорошее? Какое мое отношение к дому Божьему? Имею ли я этот дом? Я здесь, чтобы сказать, если будет сегодня призыв, и у вас нету уюта, порядка в семейном доме, скажите, Господь, прости меня. Если вы посещаете уже долгое время церковь, но вам даже трудно с членством определиться, сегодня время для вас сделать выбор, принять правильное решение. Если вы этот шаг сделали, но у вас нет услужения, вы с трудом по воскресеньям приходите в это здание, пожалуйста, я умоляю вас, приобретите этот дом. Вы его можете иметь, даже если у вас денег нету, но у вас есть чувствование правильное, сострадание, если у вас есть любовь, вы можете здесь приложиться всем вашим сердцем, и этот дом расцветет. Служение изменится благодаря тебе, твоей жертве, огонь приходит на жертву, Аллилуйя. Добро пожаловать в дом Господен. Ну и последнее, это небесный дом. Это дом, о котором мы должны думать и куда мы должны стремиться. Этот дом, собственно, и будет нашим домом во веки и веки. Ибо мы знаем, послушайте, третий дом, ибо мы знаем, что когда наш земной дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. То есть, это то, к чему мы должны стремиться. А теперь послушайте, в отличие от вашего дома, где вы сейчас живете, на основании Библии тот дом уже давно построен благодаря жертве Иисуса Христа и его воскресению. Больше того, если здесь на земле в кого-то лучше дом, в кого-то хуже, кому-то вообще нету места в доме, то там для каждого уже есть место. Вчера все эти дни пели псалом такой, небеса манят и ждут меня. У меня вопрос, а как в твоей жизни? Они тебя манят, или ты думаешь, хорошо, что они там в себе есть, пусть они в себе будут, а мне и здесь кажется, вроде бы неплохо. небеса манят и ждут меня. То, что они ждут, это точно. Я хочу, чтобы Дух Святой затронул свое сердце сегодня, чтобы ты просто потянулся своим сердцем к небесам. Итак, еще и еще раз обращаем внимание на это Слово Божие. Смотрите, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. То есть, мы здесь только путешественники или странники. И мы должны именно так жить, как живут кто странники. Мир толкает нас, чтобы мы заботились о нашем благополучии, о достатке. И многие христиане, которые верят в загробную жизнь, в вечную жизнь, они живут так, как будто они здесь на земле собираются жить вечно. Но я здесь, чтобы сказать, что вечность впереди ожидает каждого человека. Человек это чело вечности. Верит это в человек или нет, но впереди у тебя вечность с Богом или без Бога. И сегодня мы должны просто позаботиться о том, чтобы вечность нашу провести именно с Иисусом. Я рад, что я имею возможность с вами идти по жизни, достигая этой возвышенной цели. У нас есть цель, и мы должны к этой цели стремиться. И не делайте ничего, что не имеет смысла в вашей жизни. Держитесь цели. Не тратьте свое время на пустоту, на суету, на ложь. У нас есть цель. На основании Библии есть люди, которые умирают не в свое время, и в первую очередь это грешники. но у нас есть цель, у нас есть выбор, у нас есть смысл в нашей жизни, и мы должны к этой цели стремиться во имя Иисуса. Поэтому я хочу вас просто вдохновить приобретать этот дом, дорожить этим домом и быть готовым войти туда. Поэтому как мы можем иметь этот дом? Послушайте, наше будущее зависит от того, кто сейчас живет в нашем доме. Почему? Потому что мы знаем, что вот этот дом, например, любой дом, в котором вы живете, он стареет и разрушается. То вот когда здание разрушится, то будут строить новое. В нашей же практической жизни, когда наш дом, а все мы дома, ходячие дома, и в этом доме, в твоем сердце, в моем сердце, кто-то живет. И когда дом наш разрушится, то останется только то, что в сердце твоем живет. И то, что в сердце твоем живет, определит, где ты будешь проводить вечность. Поэтому как мы можем иметь этот дом? Послушайте. Библия говорит, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из зло сокровища выносит что? Злое. Вот все. Что живет в нашем сердце? Как часто вас посещает, например, раздражение? Как часто вы бываете неспокойны? Очень часто мы, как люди, не готовимся перейти в этот дом. Но Библия говорит, чтобы мы были внимательны и действовали очень правильно. Есть такая песенка, которую мы пели в детстве. Дом мой, детство начало. Дом мой, где нет печали, дом мой, я хочу возвратиться в отчий дом. К чему призывает нас Бог и Библия? Послушайте. Дети Божьи, домой собирайтесь. Ты же сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения. И среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя не дом мятежный. То есть, к чему призывает нас Библия? Чтобы мы готовились к небесам и своей жизнью показывали, что мы готовимся туда. туда. Если люди идут на рыбалку или собираются отдыхать, они к этому готовятся. Так или нет? Мы ничего не делаем без подготовки. И здесь никаких чудес не будет. Если готов, значит готов. Если не готов, значит не готов. Ибо те, которые так говорят, они жизнью показывают, что они ищут что? Отечество. Что сегодня происходит в нашей жизни? Сколько в нашей жизни ненужных вещей? Ты же сын человеческий, возьми себе просто нужное для все ненужные вещи, они просто будут отягощать тебя. Я вот только когда ехал студентами, был выбор номер один, что взять собать, что не взять. И я взял рубашки и тенниски, и все тенниски провозил зря, потому что был на севере, где была температура около нуля. Ну взял на всякий случай. Такие мы люди. Но друзья мои, чтобы понять, что происходит в нашей жизни, надо переехать хотя бы однажды в жизни. И чем чаще, тем лучше. Почему? Потому что вы будете избавляться от ненужных вещей. Ты же Сын человеческий, возьми себе нужное для переселения. Все. Надо, значит надо, а не надо, значит не надо. И если мы это правильно понимаем, то все в нашей жизни будет благословенно. Имеем ли мы этот дом? Вот в чем вопрос. Этот дом уже готов, но готов ли я войти туда? Помните, я сказал вам, и еще хочу повторить эту истину, Царство Божье, оно начинается на земле и только продолжится на небе. И если оно сейчас есть внутри человека, значит будет продолжение там. Если нет, то продолжение не будет. Мы молимся, да будет Царство Твое как на земле, так и что? На небе. Что происходит сегодня вот в нашем сердце? Мы должны быть призваны утверждать это Царство и расширять проповеды Евангелия другим. Я хочу сказать, что если вы не живете в настоящем, не радуетесь, не пребываете в этом Царстве, то будущее вам радости не принесет. Царство начинается здесь. Я говорил, когда я проповедовал одним алкоголиком, которые лечились принудительно от алкоголизма за колючей проволокой, и придя к ним, просто мы пели, проповедовали, они были очень любопытны и задавали нам много вопросов. И один из них поднявшись спросил, проповедник, что такое ад? И я ему сказал, то, что вы здесь принудительно лечитесь, это ад или рай, они встали, 400 человек и кричали ад. И я начал проповедовать на тему, ад начинается на земле, но Христос избавляет от ада. Слава Иисусу Христу! Что сегодня происходит в нашем доме? Наверное, вас интересует вопрос, что же ценится на небе? Что я должен взять для этого переселения? Так или нет? Что ценится на небе? В первую очередь, это любовь. Мы так поем такую песню, а вместо воздуха любовь. во-вторых, это мир, это радость, это все, что бесценно на небе, потому что Царство Божье внутри вас есть, и это Царство что? Мир, радость, да или нет? Праведность, которую мы имеем в Иисусе Христе. Так вот, послушайте меня внимательно. Мир не надо сохранять, когда тебя никто не трогает. Мир надо иметь, когда кто-то хочет увидеть в тебе этот мир. И радоваться нетрудно, когда все в твоей жизни складывается прекрасно. Радоваться надо тогда, когда все идет против тебя, когда все неспокойно, но внутри в тебя пребывает Царство Небесное. Аллилуйя! Братья, братья, мои сестры, вот эти трудные времена, которые я переживал, что меня вдержало и вдохновляло? В первую очередь, это то, за что я безмерно благодарен Богу, что когда, казалось бы, все, дни сочтены, я просто, смотря на свое сердце, мне не надо было бежать, искать кого-то, чтобы исповедоваться или как-то исправлять свою жизнь. Я внутри сердца был спокоен. Я благодарю Бога за этот покой. Это начало вечности, начало Царства. Я внутри был спокоен. Одно было сожаление, что еще не все сделал. Хотел сделать больше все. И если вы тянете, решаете вопрос вечности, растягивая это длинное удовольствие, вы можете безнадежно опоздать. Я здесь, чтобы спросить каждого из вас, если случится твоя смерть сегодня, готовы ли вы войти в этот небесный дом? Все будет так быстро, что для многих будет безнадежно поздно. И если вы не готовы сейчас войти в этот дом, если ваше сердце нарушено, если ваше сердце загружено, бегите к Христу и говорите, Господь, помилуй меня, возврати меня в покой твой, возврати вот это потерянное твое царство. Христиане это люди, которые с песней идут по жизни. Христиане это люди, которые поют несмотря ни на что, потому что их сердце поет. Христиане это люди, которые поют не только в церкви, но дома, на кухне. Христиане это люди царства небесного, они ее являют, и когда они ее являют, другим хочется иметь это царство, людей тянет туда, потому что ты имеешь то, что другие не имеют. имеем ли мы вот этот дом? Какая твоя цель в жизни? Никто не садится в машину и не едет в никуда. Правда? Никто не едет в никуда или не едет, не зная, куда он едет. Каждый садится и едет туда, куда ему надо. У нас есть цель, у нас есть надежда, пришло время возвратиться в отчий дом. Дом мой, детство начало, дом мой, где нет печали, я хочу возвратиться в отчий дом. На небе особая радость, когда дети Божьи и просто дети возвращаются домой. Написано, нет больше радости на небе, как об одном грешнике кающемся. Не жаль о 99 не нуждающейся в покаянии. Мы идем к молитве, мы будем петь псалом. Я хотел бы просить вас, если вы чувствуете, что в вашем доме семейном нету порядка, не обвиняйте других, придите и скажите, Господь, прости меня. Придет исцеление, придет восстановление, придет помощь. если вы не имеете второго дома, пожалуйста, сегодня у вас шанс все исправить, сказать, Господь, я здесь, ты можешь рассчитывать на меня, я жизнь свою посвящаю тебе, я буду трудиться для тебя и других. И, наконец, третий дом, если вы не готовы, если вы потеряли вот эту цель, если вы живете земными ценностями, еще есть один шанс, это третий дом. Есть такие почтовые голуби, вы слышите меня, послушайте, я заканчиваю. Так вот, чем они интересны, когда их увезти в корзине в закрытом виде, за 60 майлов или за 600, они находят дорогу домой. Дьявол уводит человека от дома, а Бог возвращает всех в отчий дом. И вот эти почтовые голуби, куда бы их судьба не забросила, они, несмотря на ветер, ни погоду, они, рискуя жизнью, летят и возвращаются домой. И когда хозяин их видит, это необыкновенная радость. На небе будет большая радость. Чем мы можем порадовать небо? братья и сестры своим смирянием и покаянием. Давайте порадуем небо. В церкви не только важно присутствовать, но жить жизнью церкви. В церкви люди каются, это нормально. В церкви люди смиряются пред Богом. В церкви люди благодарят Бога. Поэтому я просто вас приглашаю, будьте как голуби, но включите ваш GPS и скажите Господь, я не хочу потеряться в этой жизни, среди этой суеты. Господи, я хочу быть там, где ты меня ждешь. Помоги мне достичь этой цели. Вернись домой. Вернись домой. Уж близко к ночи. Вернись домой. Вернись домой. Вернись в дом отчей. Пусть этот призыв услышит каждый из нас. Если вы чувствуете, что у вас нет этих три дома, вы можете их приобрести. Даже если вы живете в апартментах, вот этот последний дом важнее всех остальных. Если вы имеете его, вы практически имеете все, потому что все остальное временно, а это вечно. Бегите ко Христу и говорите Господь, я здесь, я тебя слышу, я принимаю твое слово, как пищу для себя, я принимаю, я подчиняюсь твоему слову, и я буду так жить. Пусть благословит всех нас Бог. Давайте мы встанем. Мы споем псалом. Я прошу вас, я пастор, и я хочу, чтобы вы имели три дома. Это моя главная цель. Если кто-то из вас еще умеет, возвратитесь домой. Сам Бог выходит навстречу тем, которые идут навстречу Ему, которые готовы сказать, прости меня за то, что бури происходят в моей семейной жизни, за то, что я теряю временами покой, за то, что у меня нету настроения, пожалуйста, придите, скажите, Господь, прости меня во имя Иисуса. Если вы еще не покаялись, не примирились с Богом, сам Бог протягивает свою руку к тебе и говорит, я здесь, чтобы помочь тебе. И может быть, это время в твоей жизни никогда не повторится. Пожалуйста, возвратись домой. Я для тебя приготовил дом, мой стол уже накрыт, ты будешь разделять вечерю со мною, я буду беседовать с твоим сердцем, я изменю твою жизнь. Если вы чувствуете, что у вас нету третьего дома, вы не готовы встретить вечность, в вашем сердце нету мира и покоя, вы не переживаете царство небесное, вы не наслаждаетесь внутри, Бог может возвратить вас в покой свой. Оставив дом забываться, ушел далеко, ушел в края, где счастья нет, где одиноко, закоплю счастья променял свою свободу, заблудшим сыном стал дождь перенес в гости двенц вернись домой, вернись домой домой зам вернись Я призываю, пожалуйста, идите домой. Идите так, как вы идете к холодильнику. Идите без страха и смущения. Идите, вас ждет отец. А вспомни годы те, что живы в отцовском доме. Не больно катиться, слеза, как вспомнишь. Вернись домой, вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись домой. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись домой, тебя там ждут. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. с тобой пусть близко к ночи верни с тобой верни с тобой верни с тобой тебя там ждут и не забыли мы сейчас будем молиться но называть тебя сыном своим и говорит возвратись ко мне возвратись домой я еще раз приглашаю я ожидаю вас здесь послушайте важную истину это что-то сокровенно я хочу вам передать сейчас как пастырь если я пытаюсь беседа с кем-то или просто консультирует человека пытаясь ему помочь а он я ему задаю вопросы я его спрошу как дела а он не говорит ничего и у сердца закрыто беседы никогда не будет когда сердце закрыто так или нет вы знаете что я тогда делаю я начинаю рассказывать о себе и тогда его сердце открывается христиане если вы ждете чтобы грешники каялись вы должны начать себя тогда грешники придут я говорю важную истину есть и грешники не каять значит нам надо каяться пожалуйста идите ко христу прийти в церковь это одно а прийти к алтарю это совершенно другое здесь приносится жертвы здесь бог принимает покаяние и смирение наше и огонь приходит на жертву и ты уйдешь домой другим человеком просто стой на месте ты каким пришел таким уйдешь но идите к богу потому что бог может сделать не сравненно больше не жалим и люди если вы здесь ради него пожалуйста проходите